Вы менеджер чего? Как управлять? Людьми управлять? Свой коллектив. Вы не можете с ними общаться, что ли? О, вот это хорошее дополнение, как должны. А вы знаете, как они должны работать? Я могу решить вашу проблему за вас, но вы ее должны решить сами. Я вам сейчас скажу то, что я понял из своего сердца, но это не значит, что вы это поймете. Проблема заключается в том, что вы по природе по своей идеалист. Есть три типа людей. Есть идеалисты, они ставят идею выше людей. Есть пофигисты. Это те, которые просто наплевать на всех. А есть люди, которые людей ставят выше всего. Людей ставят выше всего. Когда человек ставит... Вот смотрите, это самый высокий уровень развития личности. Обычно у всех сердца к людям очень холодные. Мужа разлюбил, а просто до свидания, все, пошел вон. Идеалисты, они ради идеи живут. Они как бы хотят, чтобы семья сохранилась. У них как-то есть желание быть вместе. Хотя они по факту еще друг друга не любят. Но человечные люди, они готовы жить с человеком, даже если с ним невыносимо жить. Только потому, что они человека ставят выше, личность ставят выше всего. Понимаете? Вот смотрите, сейчас я вам задам один вопросик маленький. Как вы думаете? А вот как люди должны работать? Так, как вы хотите или так, как они могут? А? Ответ какой? Так, как они могут. Но вы с этим не согласны. И вы их сжигаете таким образом. У них два варианта. Для стать безразличными ко всему. Первый вариант. Второй вариант. Они просто разочаровываются. Что происходит? Смотрите. Человека как можно подтянуть? У меня тоже коллектив. Точно такие же люди, как у вас. Они не делают то, что я от них жду. Но что я делаю? Я просто согласен. Становлюсь согласен. То есть я вкладываю в них силы. Душевные силы. Я становлюсь согласен с этим. И просто продолжаю с ними работать. Спокойно их обучаю. Спокойно им делаю замечания. Спокойно их наказываю. Если они обижаются, то я их подбодряю. Понимаете? У вас есть одна проблема. Вы не можете этого ждать. Потому что вам надо быстрее, чтобы они работали. Почему? Потому что вы не можете в них вкладывать силы и принимать судьбу. Судьба менеджера всегда такова, что люди всегда не будут делать то, что от них ожидается. Чем больше вы о них заботитесь, тем больше они делают. Но все равно не будет так, чтобы они сами работали, а вы просто наслаждались жизнью. Это невозможно. Потому что вы поэтому и стали менеджером, что у вас чувство ответственности выше, чем у них. Они в этом чувстве недоразвиты. В чем заключается ваша проблема? В чем стресс заключается? Стресс заключается в том, что вы хотите результата сейчас. Вы хотите, чтобы они лучше работали. И поэтому сжигаете и себя, и их. Ну-ну, давайте ваш ответ. Согласен. Бизнес-то главный на грани развала. Результат нужен. Вот это и есть результат. Видите, вы сейчас или услышите меня, или бизнес развалится. Одно из двух. Я ведь не говорю о том, что они будут дальше лениться и не работать. Я говорю о той силе, которая сжигает их психику. Эта сила, я не буду сейчас применять ее к вам. Потому что, видите, так же, как они вас не понимают, вы тоже меня не понимаете сейчас. Я просто вам продолжаю объяснять, что сила, которая исходит из вас, истощает этих людей. У них есть какой-то потенциал работать. Но этот потенциал заведомо ниже, чем тот, который вы ждете от них. И этого потенциала достаточно, чтобы бизнес не сгорел. Я не вижу по вашей судьбе, что вы должны стать несчастным, замученным банкротом. Я не вижу этого. Я вижу сейчас другое, что вы находитесь в воспаленном состоянии и рушите сами свою жизнь. Причина заключается в том, что вы сжигаете людей, которых надо сейчас беречь. Людям надо объяснять, что делать, заботиться о них, поправлять их, рассказывать им, как делать дальше. Но не надо слишком в разговоры вкладывать большие силы, потому что вы этими разговорами их сжигаете. Чем больше планерок, чем больше бесед, тем меньше у них силы работать. Тем меньше у них веры в себя, потому что вы их подавляете своим авторитетом. Вы не вдохновляете их, а просто сгорают. Они рядом с вами сгорают. Потому что вы сильно ждете от них результата сейчас. Для того, чтобы этого всего не было, вы должны отвлечься от этой ситуации. И начать молитвы. А сейчас я вам скажу одну важную вещь, которая вам поможет в жизни. Эту вещь меня вдохновил сказать вам «Господь из сердца». Это вам поможет, это ключ. У духовного учителя, моего духовного учителя, была ситуация. Духовное движение было на грани развала. Была серьезная ситуация. И собрались все старшие для того, чтобы обсудить эту ситуацию. У всех кипели мозги. Наставник тоже с ними обсуждал это все. Спокойно слушал, беседовал, обсуждал. И все чувствовали себя крайне напряженным. И потом неожиданно он встал на саму кульминацию, когда уже совсем было тяжело и не было выхода. Он встал и вышел из комнаты. Его долго не было. И когда ученики уже начали нервничать и пытаться понять, что делать, они заглянули в щелку, посмотреть, чем он занимается. И они увидели, внимательно слушайте меня, что они увидели. Это очень важно для вас сейчас. Это решило ситуацию. Они увидели, что он просто сидит спокойно, с улыбкой на лице молится. И потом, молясь, он вдруг неожиданно лег на пол и начал смеяться. Очень весело. Просто как будто ничего не происходит. Он просто смеялся и все. Понимаете, когда они услышали этот смех, у них сердца оттаяли, и они победили сначала в своем сердце. Они успокоились и поняли, что бизнес будет сохранен. Все нормально. Понимаете? То есть душевная работа им была проделана нужной. Они поняли, что все хорошо, что бизнес будет сохранен. Но для того, чтобы им это понять, им нужно было поверить сначала старшему. Поверить старшему. И у вас не хватает этой веры, понимаете, сейчас в вашем сердце. Пожалуйста, примите то, что я вам сейчас говорю. Примите. Потому что судьба меняется от близких отношений. От близких. Подтверждение. Вы должны почувствовать это в своем сердце, что все хорошо. Просто Бог вам дает возможность сдавать свои экзамены. У вас все хорошо в жизни. Ничего плохого нет. Потому что уже я вам рассказал решение. Я вам уже сказал, проблема в чем заключается. Я много раз это видел в лидерах. У нас в январе, возможно, будет фестиваль для лидеров. Такой же в Европе, где мы проведем такой тренинг. Для тех, у кого вот такие трудности, можно приезжать и вот с помощью общения пытаться во всем разобраться. Вам нужно сейчас оберечь своих помощников. И просто как бы вообще собраться и просто их вдохновить. Вдохновить, то есть, означает просто открыть им сердце. Смотрите, я вам сейчас объясняю, что делать. Вы соберите их и скажите им всем, как они вам дороги. Каждому по очереди. А потом пускай они выскажутся и скажут, как вы им дороги или друг другу. Просто откройте сердца друг другу. Просто поговорите с ними о том, что вдохновляет. Знаете, перед сражением Суворов не орал на них, будем сражаться или нет, даешь орешек за три дня. Попробуйте не выполнить. Он подходил к ним и говорил, Петрович, ты такой у меня классный. Я в тебя верю, я тебя люблю, я жизнь за тебя готов отдать. Он каждого солдата знал по имени, он подходил и просто солдаты готовы за него все, что угодно сделать были. Но все равно солдаты это не Суворов, все равно они не могут сделать так, как он хочет. Понимаете, просто он вкладывал в них нужные силы. У него сколько души было, столько он отдавал. Вот мы знаете, вот мы вчера тоже собирались своим коллективом. Вот я собрал всех, всех, кто хоть за что-то отвечает, мы собрались вместе. Знаете, чем мы занимались? Мы просто говорили о том, как мы дороги друг другу, понимаете? У нас была такая планерка. Просто открывали друг другу сердца. И после этого собрания у нас появились силы действовать дальше, жить. В вашей ситуации ни вашим подчиненным, ни вам не хватает силы. Потому что очень много энергии тратится на то, почему нам так плохо и что нам быстрее надо делать. И мало энергии тратится на то, чтобы получить силу. Например, если у человека запор, он не должен в туалете сидеть постоянно и тужиться. У него вылезет геморрой. Для этого нужно отвлечься, сходить на море, просто покупаться. Забыть, что у тебя запор. И неожиданно произойдет другое чудо. Вдруг, как в сказке, скрипнул во дверь, все мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Понимаете, это неожиданно все происходит. Неожиданно. Если мы ждем, 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 ничего не будет, просто истощаться будут силы, отвлекитесь, накопитесь духовной силой внутри. Вдохновите своих сотрудников, поговорите о чем-то хорошем с ними. Вы увидите, как они сами начнут решение принимать. Молчите на собрании. Я когда у своего наставника спросил, как мне управлять коллективом, он послушал, послушал, что я делаю. Он посадил меня рядом с собой. Начал улыбаться мне, вот так смотреть на меня, улыбаться. Знаете, что он мне сказал? Побольше молчи. Пускай они говорят. Я начал молчать, они начали сами решать проблемы. Я увидел, что у них есть мозги, что они могут размышлять, что они могут принимать решения, что они могут жить и действовать сами. Вы это видите у своих подчиненных, нет? Надеюсь, увидите. А вы им рот подавали открыть, нет? Вы им давали возможность вот так вот действовать, жить самим, принимать на себя ответственность. Вот где ключ. Видите, вот проблема вот в этом. Но вы должны были сами это все решить с помощью вашей молитвы. Даже просто я то, что я вам это сказал, это вам не поможет. Все равно это все должно всплыть в вашем сердце. Вы должны молиться, молиться, молиться в сердце, думать о Боге. И прежде всего, первое, что всплывет, вам в сердце Господь скажет, а для чего ты работаешь-то вообще? Ты что думаешь, мне вот нужно, чтобы ты себе домик построил? Поставь себе какую-то более высокую цель своей деятельности. Если ты работаешь для того, чтобы этих людей хотя бы сделать счастливыми в твоем коллективе, тогда зачем их третировать? Он вам скажет, это первый Бог в вашем сердце. Какая цель твоей работы? Почему ты от меня требуешь сил? Если ты хочешь счастье этим людям принести, тогда я тебе дам силы. А если ты хочешь просто себе деньги взять с этого, со всего, не дам. И вы когда поставите правильную цель своего труда, что я хочу просто люди, чтобы у меня счастливы были в коллективе, вот тогда с этого момента у вас поменяется способ отношения с ними. Вы их счастье поставите на первое место. Но счастье не означает всех накормить зарплатой. Людей невозможно накормить зарплатой, им все больше и больше хочется. Счастье означает отношения. Это не финансовый вопрос, это вопрос любви в отношении к людям. И зарплата тоже, но надо там знать грань. Сколько нужно, сколько вы можете дать и сколько человеку нужно для жизни. Это глубокая тема, но самое главное вы должны понять, нет душевной силы, нет жизни в коллективе. Жизнь в вашем коллективе от вашей душевной силы берется. И по факту опыт показывает, что руководителю побольше надо молчать, а не говорить. Молчать и давать возможность людям расти в своем сердце, верить в вас, говорить друг другу. И объяснять, или принимать решение, и ошибаться, и идти вперед. Спасибо вам. Я не скажу. Знаете почему? Потому что я сейчас объясню вам одну вещь, очень важную. Смотрите, есть три типа беседы. Первый тип духовные отношения проводятся всегда в рамках одной какой-то духовной организации. Второй тип нравственные отношения, нравственная беседа. Здесь есть одно условие. Человек не должен в нравственной беседе никогда рассказывать о своей духовной традиции и о своей вере, потому что это неправильно и нечестно. Потому что нравственная беседа подразумевает, что есть разные культуры, духовные традиции. Они могут все вместе собираться и общаться очень открыто и бережно друг к другу, не затрагивая свои религиозные чувства, пытаясь свою веру как-то выше поставить другой. Поэтому я не люблю эти темы обсуждать публично. Это моя личная вещь. Если меня кто-то спросит, какие у тебя отношения с женой, расскажи нам про них. Мы хотим послушать. Это неправильно. Это вопрос неправильный. Молитва и медитация. Молитва – это то, что включает в себя медитацию. Смотрите, в молитве что человек делает? В молитве человек отдает себя Богу и принимает от Него что-то. Вот принимать от Бога или созерцать называется медитацией, а отдача называется духовной жизнью. Когда ты отдаешь что-то, ты как бы трудишься для Бога, понимаете? То ты чем занимаешься в это время? Отдаешь ему свою любовь. Когда ты отдаешь свою любовь в высшей силе, в высшей истине, она дальше назад тебе возвращает вдвойне. Понимаете? И вот это через медитацию или принятие. Медитация означает принятие. Еще такое слово на санскрите «йога» означает связь. Принятие, медитация или йога, или созерцание. Или еще лучше, правильнее сказать «вера». Вера означает вот это как раз состояние, в котором ты чувствуешь, что все будет хорошо, означает ты наполняешься. Почему человек чувствует, что все будет хорошо? Потому что он наполняется. Когда человек не наполняется, он не чувствует, что все будет хорошо. Ему нужна вот эта сила для того, чтобы это почувствовать. Сила откуда-то должна быть. Какие молитвы вы решите сами для себя? Потому что у вас есть своя культура, своя вера. И это ваши будут молитвы. Ко мне одна женщина подошла и спросила, какая у меня должна быть вера, Олег Геннадьевич? Я ответил, ваша должна быть вера. Она говорит, а тогда теперь понятно. Ваша должна быть вера. Ну, в веруке, да, хорошо, в веруке. Да? Погромче. Так, и что вам помогло? Как-то так, что вам не злали, не врачи. Так, и? А вы слышите, где девушка? Вы должны перенять от нее сейчас. Послушайте меня внимательно. Сейчас что произошло? Вот с этого человека молитва сработала. Потому что для того, чтобы победить судьбу, нужно связать себя с человеком. Подойдите к ней после лекции, познакомьтесь. Вот если они будут просто общаться друг с другом, у них дети появятся. Я сейчас объясню, это древние священные писания объясняют, что если женщина смогла победить свою судьбу, и она сохранила свои отношения с мужем, а у другой рушится семья, и она не может сохранить свои отношения с мужем, то эти две женщины должны строить близкие отношения. В результате этих близких отношений, дружбы, та, у которой нет возможности сохранить семью, появится эта возможность. Эта возможность перетекает через сердце от одного человека к другому. Понимаете, вот сейчас молитва этого молодого человека, она подняла вот эту девушку. Эта девушка сказала, мы будем рожать ей. Это называется посвящение. То есть энергия, что такое посвящение? Это когда сила переходит от одного человека к другому. Это невозможно объяснить словами. Эта сила, она имеет тонкую природу, незримую. Это сила, в которую надо верить. То есть если вы действительно хотите детей, вы должны верить, что отношения вот с этой девушкой вам помогут. Есть еще много таких вещей, которые помогают. В это тоже надо верить. Например, то место соединения воды с берегом является местом, где появляется женская энергия. Вода и берег. Вот этот песок, вот эта вот связь энергии воды и земли, она рождает гормональные функции женские. Женские гормональные функции питаются двумя типами энергии. Энергии воды и земли. Когда и даже в ведической культуре древней был такой способ лечить бесплодие. Женщину взрывали в сырой песок и молились рядом с ней, чтобы вот энергия эта вошла в нее. Дальше. Это один пример я вам сказал. Движемся дальше. Смотрите. Когда женщина берет ребенка на воспитание, маленького ребеночка, что происходит? У нее активизируется женская энергия любви в организме. И у меня был такой пример. Одна женщина взяла ребенка на воспитание, и у нее заработали гормоны. И она забеременела еще двумя после этого. Понимаете? Для того, чтобы пулемет начал строчить, нужно в него положить патроны. Если патронов нет под природу, возьмите на воспитание. 16 это много. Нужен маленький рик с вами. Не помогает. Хорошо, мои хорошие. Есть много других. Изучайте это все. То есть есть много других вещей, которые могут помочь. В том числе лечение. В том числе и ваша духовная жизнь самое главное. Понимаете? То есть это путь, который вы должны пройти. То есть есть гора, к которой вы сейчас переходите. Вы еще не прошли ее. Вы только на пути. Понимаете? Когда вы ее перейдете, у вас появится ребенок. В вашем челе. Просто поймите, что нет, значит, высокая гора. У каждого человека свой путь. Вот, допустим, женщина говорит, только захотела заботиться, сразу, опа, появился. А есть женщины, которые захотели заботиться и до сих пор не появился. Гора выше. Это значит, надо больше усилий прилагать. Не значит, что она непреодолима, эта гора. Бывают непреодолимые горы. И тогда Бог в сердце говорит, иди, моя хорошая, в монастырь. И в сердце радость от этого возникает. Вы удивились, да? Значит, это не ваш путь. Нет. Вы удивились, у вас, как это в монастыре? Значит, не важно. Значит, все это не для вас. Не ломается. Да, ваш вопрос. А? Что вчера произошло еще раз погромче? Когда-то было хорошо и счастливое. Что-то не было. Потому что материалы не хватили, но не может. Но при этом, как бы ты складываешься в войне. Это не деньги. Не на что вы его понимаете, как строить меня. Ваши вещи и выдают. Хорошо. Я услышал вас. Гармония всегда возникает тогда, когда человек в правильное русло вкладывает силы. Но смотрите, вы больше удивляете время молитвы и духовной жизни. У вас появятся помощники в бизнесе, которые будут для вас много чего делать. Понимаете, помощники появляются, когда у человека появляется больше силы. Или появляются возможности легче управлять бизнесом, легче решать вопросы. Понимаете, всегда, когда у человека много дел и мало времени, мало сил, это значит, его жизненный нит течет не в том направлении. Значит, водоемчик центральный не наполняется, а истощается. Это значит, несмотря, вопреки ощущению, что надо больше уделять времени водоемчикам, надо лечить печень, надо зарабатывать больше денег не хватает, надо заниматься больше детьми. Вопреки этому ощущению, человек должен все это бросить. Не бросить, а уменьшить на это внимание и уделить больше внимания духовной жизни. И тогда во всех направлениях наступает штиль. Штиль наступает. Пытайтесь это понять. Так. Нашу тусовку, да? Не, невозможно. Я вот буду приезжать на большие лекции. Я извиняюсь, у нас пора заканчивать. Мне пора заканчивать. Мне надо еще кое-что сказать. Я извиняюсь, я не смогу. Сейчас мне просто записка пришла. Пора заканчивать. Ну что я могу сказать? Но я еще кое-что хочу сказать. Я хочу вам сказать две важные вещи. Первое. Свои тусовки — это хорошо. Но понимаете, для духовной жизни нужна школа, нужно образование. В своей тусовке образование не получишь. Поэтому, если вы реально хотите развиваться, ищите свою веру. Вера не означает там секта и все прочее. Вера означает, что вы получаете духовное образование и получаете глубокие отношения. Понимаете? Нужно общение. Вот так же, как сейчас вот между этой девушкой произошла связь, вот между людьми, так между людьми должна устанавливаться связь. Нужны отношения глубокие для победы над судьбой. Эти отношения не должны быть в рамках сплетней организованных, а в рамках вот этой работы над собой. Понимаете? То есть нужно не просто встречаться на отдыхе вместе или на работе. Нужно найти себе такое общение, в котором бы вы встречались для работы над собой, друг с другом. Вот это очень важно. Понимаете? И в связи с этим я вам две вещи хочу сказать, чем я вам могу помочь. Здесь есть одна девушка, которая организовала клуб «Благость» в этом городе. Ну, подойдите сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, я что-то сделал не то. Сейчас будут цветы. Ну, заходи, заходи. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы прошли. Спасибо. Это красивая девушка. Она объединила вокруг себя много хороших ребят. Вы все, да? Да, я прошу встать тех, кто ходил когда-либо и ходит постоянно в клуб «Благость». Давайте покажем Олегу Геннадьевичу, кто мы. Да. Вот. Вот насколько. Спасибо вам всем. Спасибо вам большое. Любимые мои, дорогие люди. Если хотите, они чем занимаются? Они просто собираются, чтобы пообсуждать мои лекции вместе. Если вам что-то непонятно, то приходите к ним в этот клуб. В каждом городе есть такой клуб. 77 таких клубов. Это то, что мне положили читать. И более 215 заявок со всего мира на открытие клуба в разных городах, странах. Почему они открываются? Потому что нужны лидеры. Кто-то должен организовывать. Кто может организовывать клуб «Благость» человек, который интересуется ведами и хочет найти себе единомышленников. В этом направлении. Вот. Ну и так далее. Вот это то, что я должен прочитать. Если вы хотите в вашем городе образовать такой клуб, то для этого вам нужно зайти на сайт «Торсеноп.ру». В разделе «Клуб благости» есть анкета, которую нужно скачать, заполнить и выслать ее на клуб «Торсеноп.ру». «Давайте тратить время на добрые дела». Это то, что вы донат. Даже вы не можете поставить. Я как бы… Есть много разных вариантов. Не обязательно… О, вот это еще один вариант. Вот видите, вот написано. Вот так вот. Да, это очень важно. Олег Геннадьевич, я не могу взять. Да. Обратно забрать. А куда-то поставьте их, так, чтобы не на столе, иначе меня перестанут видеть. Знаете, есть в России такой удивительный человек. Я его очень люблю. И его зовут Жданов Владимир Георгиевич. Этот человек – настоящий патриот нашей Родины, потому что много лет назад он организовал движение, которое называется «Общее дело». Поддержание в свое время поддержали отец Тихон и президент страны, тогда еще Медведев. И цель этого движения заключается в том, чтобы победить пьянство в нашей стране. Я как специалист по общественному здоровью хочу донести до вас некоторые сведения, которые часто люди не знают. В нашей стране 40% взрослого населения умирает от алкоголизма. И также 40% взрослого населения умирает от табакокурений. Это реально такие цифры, которые уничтожают нацию. В последние годы рождаемость резко падает в нашей стране. Мы вымираем, как мамонты. Ежегодно наша страна теряет 150 тысяч человек. Это примерно столько людей, сколько живут в Адлере. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что уже доказано, что это происходит из-за пьянства, из-за того, что люди не понимают, насколько опасно просто выпивать спиртное. Просто выпивать, потому что все начинает с одной рюмочки. И некоторые думают, что надо просто сражаться там с алкогольной мафией или все прочее. Знаете, что надо делать? Надо просто людям давать знания о том, что это такое. На первом канале центрального телевидения, когда серия вот этих вот видеороликов Жданова вышла, то за неделю на 10% продажи спиртного упали во всей стране. В результате, естественно, отменили эти передачи естественным образом. Но если вы просто возьмите вот этот диск, возьмете у ребят, которые занимаются вот общим делом, и просто его перепишите себе и перепишите своим друзьям, то Жданов, он обладает такой силой в своем сердце, что все, кто смотрит его лекции, бросает пить, или почти все. У него такая сила внутри, да? Я пример. Вот девушка просила, да. Вот поэтому, понимаете, возьмите и начните это делать. Это наша, мы одна семья большая в нашей стране, и у нас есть одно общее дело. Нам надо сделать так, чтобы в нашей стране было меньше пьянства, потому что мы вымираем, как мамонты, понимаете, в свое время вымерли. Это реальность нашего времени сейчас, реальность. Вот. Знание всегда спасает мир. Если даже просто женщина в семье будет смотреть эти лекции, муж просто подглядывать будет, то он тоже будет бросить пить со временем. Такая сила у этого всего. Это то, что я вам хочу сказать, еще очень важно. И еще то, что, еще то, что важно для меня, может быть, станет когда-нибудь важной для вас. Да, вот девушка здесь, вы там останетесь, да, в фойе? Да. Да. Здесь есть один еще хороший молодой человек, он такой очень пытливый, такой искренний, который реально хочет тоже сам развиваться, другим помогать. Он работает со зрением, лечит зрение, но больше всего в своей жизни он пытается духовно сам развиваться и помогать другим. Он здесь, молодой человек? Ну, заходи, подходи сюда, да. Вот, пожалуйста, узнайте его, он проводит здесь тренинги, лекции тоже, очень талантливый, хороший человек. Кто к нему ходил уже на лекции подменить? О, жестоко. Да. Напомните, как вас Леонид Герасенов. Леонид Герасенов. Пожалуйста, увидьте его и помогайте им, приходите к нему, чтобы он развивался. И этот молодой человек, он является также тренером в нашей команде. У нас будет большой фестиваль на Черном море в Анапе, который называется «Благость». Этот фестиваль будет проходить две недели с 30 сентября. Если вы хотите вот в эту атмосферу окунуться, работа над собой, там будет много тренингов, лекций, концерты по вечерам, там будет обучение йоги, пранаями, танцам и так далее. Просто весь день, с утра до вечера. Кто из вас был на этом фестивале подменить? Вам понравилось? Да, да, да. Очень понравилось. Ну и хорошо. Ну вот, вы скажите, какие у вас тренинги сами? Что вы проводите, чтобы люди знали? Он просто, он здесь, в Сочи, рядом с вами. Я уеду, он останется. Добрый день. Техники основаны на стадии биомеханики. Как выяснить, правильно оплодный двигатель аппарат, суставы, позвоночники, тем самым быстро, он очень восстановит. Второе – это включение глубоких мышц. Он включает глубокие мышцы, через это восстанавливается центральная нервная система и повышается интеллектуальная способность. А также мысль материально. При помощи мысли мы можем выработать внутри своего тела любое лекарство. И самое главное – это мотив, и каким образом быть счастливым. То есть осознанно входить в состояние счастья и перемывать в них. И, скажем, когда человек счастлив, его здоровье само собой начинает восстанавливаться. Я приглашаю вас на эти тренинги, в которых мы сможем раскрыть все то счастье, всю ту гармонию, мудрость, в которой он в каждом из вас есть. Спасибо вам, Леонид. Спасибо. Итак, у нас продолжается наша работа сейчас. Все сели прямо, пожалуйста. Мы сейчас будем с вами проводить этот тренинг, который обещает. Я хотела бы вам привести наше место до Рызовичинской и поблагодарить вас за вашу работу, за все, что вы делаете. Спасибо вам большое. Это виноград, тут инжир. Спасибо. Я хотел бы вам следующее сказать перед тем, как дальше продолжить. Я тоже очень-очень благодарен вашим глазам, вам всем за то, что вы меня слушали. Очень признателен вам за ваше терпение, время, которое вы потратили здесь. Я искренне верю и надеюсь, что моя лекция, она как-то вам помогла в жизни, что что-то произошло в вашем сердце. Может быть, произойдется время, когда вы осмыслите что-то, подумаете. Я очень сожалею, что у нас всего одна лекция. Я надеюсь, что мы с вами сможем собраться в следующий раз на несколько дней. Мы решили, что мы еще раз будем пытаться организовать здесь лекции. Надеюсь, что этот весь зал из 700 человек наполнится в следующий раз. Потому что примерно столько ко мне приходят в разных городах на лекции. В Киеве приходят порядка тысячи человек, в Москве порядка тысячи, в Красноярске 900 человек, в Бильнюсе 900 человек, в Минске 700 человек и так далее. Надеюсь, что и здесь, в Сочи, тоже будет полный зал. Там будет веселее есть. Ну ладно, давайте сядем прямо. Сейчас у нас будет тренинг, вот то, ради чего вы пришли, вы хотели преодолеть стресс, победить это все. Мы сейчас будем это делать общей силой. То есть в древней культуре было такое понятие шанти-мантры. Шанти-мантры — это молитвы для всех. Это молитвы, которые не касаются какой-то конкретной одной религиозной традиции. И, допустим, была такая шанти-мантра «Сарвей Баванту Суки Инага», «Сарвей Шанту Нирамая», «Сарвей Баграни Пашянту» «Накашчи Ду Каба Бавет». Первая строчка этой мантры переводится «Я желаю всем счастья». Вторая строчка переводится «Я желаю всем мира в их жизни, чтобы был мир». Третья строчка переводится «Я хочу, чтобы удача и процветание было у всех людей». И четвертое «Я не хочу, чтобы кто-либо страдал из вас». Понимаете? Ну то есть идея в чем заключается? В том, что когда мы благословляем, отдаем свои благословления друг другу, то от этого наша жизнь оживает. Она становится наполненной, в ней больше силы. И сейчас наша задача – отвлечься от себя, от своей проблемы и начать давать свои благословения другим людям. Благословляйтесь. В этом смысл победы над судьбой. Надо сесть мысленно, сосредоточиться на святыне. Допустим, мусульман – это святое имя Бога, священная книга. Дальше. У христиан это часто изображение святых каких-то, изображение Богородицы или Иисуса Христа. Допустим, в разных духовных традициях святость оподразумевает что-то. Это или священное писание, или святые люди, или имя Бога святое и так далее. То есть у каждого в своем сердце есть это понимание, что такое святость. Что-то поневерить в любовь, как в девушке. Надо сосредоточиться на святыне, в которую ты веришь, на чистоте, и просить эту силу, чтобы она перешла к другим. Не о себе просить, а для других. Я желаю всем счастья. В этом ключ победы над стрессом. Ключ заключается в том, чтобы отвлечься от себя, перестать истощать и так истощенный водоемчик. Начать служить высшему целому, высшей силе, высшей истине. И это служение начнет наполнять большой водоем нашей судьбы. Понимаете? И туда все водоемчики сами наполнятся. Об этом не надо думать. Надо оторваться от своего, от своих проблем. Оторваться. Надо начать думать о высшем, о главном. Видите, я тысячи раз в своих лекциях об этом говорил. И люди многие слушали годы. Но когда начинается конкретная проблема, человек не знает, что ему делать. Он все равно теряется. Я уверен, что мужчина, он знает, что нужна молитва, но он все равно потерялся. И у него разваливается коллектив. И он поэтому спросил меня еще раз, что делать. Я ему ответил, потому что выхода нет. Надо делать именно это. Больше ничего не надо делать. Будем повторять. Я желаю всем счастья очень спокойно, размеренно и глубоко. Первое, что произойдет, успокоение. Это фоном. Мы об этом не думаем. Второе происходит. Приходит знание, что делать в жизни. И третье, приходит вера, что у меня все получится. Хотя бы добиваемся того, чтобы успокоение пришло. Но мы не об этом думаем. Мы хотим пожелать всем счастья. Наша цель – оторваться от себя и стать орудием в руках судьбы других. Как вот девушка, она хотела мне много других вопросов задать. Чтобы я приехал к ним, в их команду, пообщался с ними. Но у меня просто нет возможности. Духовный центр. Духовный центр. Ну, вы лучше сами приходите ко мне на левую. Приезжайте к нам на фестиваль. Вот смотрите, она забыла про свой духовный центр и просто встала и начала говорить что-то другому человеку, помогать ей. Вот в этот момент, когда она это делала, в нее вошла та сила, которая будет ее благословлять жизнь. Когда мы становимся инструментом в руках вот этой энергии счастья, тогда мы наполняемся изнутри. Надо забыть про себя. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Все повторения. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.